Всем привет, с вами Стинт, и сегодня у нас новое открытие кейсов. Сегодня мы открываем оружейные кейсы, летние кейсы, кейсы брейкаут и даже кейсы номер 3. Ну, кто не знает, это кейсы, где есть пистолеты. Погнали! Начнем, я думаю, с тех, которых меньше. Давайте сразу же избавимся от кейсов, например, которые третьего номера. Вы помните, где пистолеты, короче. Ладно, выберем, который посерединке. Допустим, вот этот. А, нет, даже это другие немножко. Это не с пистолетами, а выбрал те, где может выпасть кровавые паутины. И выпадает нам кровавый тигр. МК. Ну, херово хочу вам сказать. Потому что она 100% дешевая, да и, по-моему, после боевых испытаний. Хотя он блестит сильно, что-то странно. После боевых? Ой, что за фигня? Да, после боевых. Третий тираж, а тут примерно только третий. Да, вторые и третий. Ну, третий лучше, там все-таки может выпасть по 250 или ЦЗшка. Они хотя бы подороже стоят. Ну, саттрек, по крайней мере. И что нам выпадает? Выпадает нам 5С в П-2000. Вот такой у нас фигня, ребят. Ладно, главное не вешать нос. Перейдем сразу же на летние кейсы. У нас только два. Может нам выпасть... Ягуар. Может выпасть... АВП. Может выпасть ножик. И я не знаю, что может выпасть. Но будем надеяться, что выпадет что-нибудь хорошее. Потому что, как бы давно не было третий кейсов, надо что-нибудь. И выпадает там ЦЗшка. Гексан. Это, скажем так, не супер. Ключик. И открываем вот это. И выпадает нам... Внимание, дорогие друзья! Выпадает нам... Барабан, дробан... Барабанная дробь. Саттрек. Дробовик. Красный питон. Судя по всему, качество у него... Прямо завода. Ну, то есть, рублей штук там 10. А, немного поношенная. Ну, выглядит как прямо завод. Хотя, немного поношенная сложная иногда... Иногда отличить от... Прямо завода. Ну что, переходим на кейсы Breakout. И здесь у нас может выпасть... Эмка Сайрис, который, честно говоря, очень хочу. Или ножик Беттерфля, который я сразу же продам. И, пожалуйста, давай. Эмка. И выпадает нам... Негов... Нет, даже МП7. А может... Нет, все-таки МП7. Что-то сегодня нам везет очень сильно, как вы видите. Одни синие вещи. Ладно. А, выпадает нам... Пучина! Скаут! Это так же круто, как ничто. Ну что, открыли первые 6 мдуков. Выпала, как вы поняли, херня. И мы переходим на охотничьи кейсы, где у нас может выпасть... Внимание! Вулкан! Да, вулкан или пустынная атака Эмка. Ну или ножик Хансман. Я, честно говоря, хотел бы... Если бы выпадал ножик, я бы хотел, чтобы выпал кайман... Да ладно, хорошо. Давай, пока. К смысле мне кайман давать за пятихатку? Дробовик. Смысл же. Так же лучше. Еще один скаут. Все просто супер. Хорошо, у меня скоро будет так много скаутов, что я просто смогу их раздавать людям на улице. Пет-две-пет-две-тысяча пульс. Около, не знаю. Да, что-то сегодня... Сегодня синий день у меня, ребятам. Синий. Конечно, бывает у меня дни, когда такая же хрень выпадала, но, господи, сейчас просто синий день. Аух, закрученный выпадает. Это рублей 30, если не ошибаюсь, даже меньше. Ну, хотя, подожди, прямо из завода? Да, прямо из завода скорее рублей 30, я думаю. То есть... Не особенно. Ну, может, даже меньше я не слежу за этим. Особенно-то. Про-эмка Атонный сплав прошла. Кайман тоже прошел. И выпадает нам еще один скаут. Ну, надо какую-то схему сделать, например, закрыть, открыть, закрыть, взять ножик, открыть, открыть, закрыть, открыть, открыть, открыть. Использует ключ. И выпадает нам. Эта схема однозначно не работает. Ну, максимум на то, чтобы выпал петух. Но петух, к сожалению, не нужен мне. Вообще никак. И... Это... Это, конечно, уменьшает мой шанс. Юспи Кайман. И давай, детка. Хоть что-то. И... Какое качество? Неужели прямо из завода? Ну, что. Открываем сундук. Это попадает нам П-2000. Хотя мог выпить Статтрек и Ксмэм. Который мы продали за рублей. Думаю, 100 где-то. Ну, Статтрек, потому что дробовик и более-менее фиолетовое. Это же круто. Ну, что остается... А, насколько я понимаю, осталось там около трех сундуков. И пока что нам идут все-таки синие вещи. Да. А выпадает Айзек? После боевых испытаний. Ничего особенного. Ну что, стоит два сундука. Давай. Что-нибудь такое, чтобы все купила. Хотя бы разок. Хотя бы один раз. Нет, не это, но... Ладно. Чего я жалуюсь? Мне хотя бы что-то выпало. Райский страж. Немного поношенная. Даже не прямо из завода. Этот кейс я посвящаю вам. Вещь, которая выпадет там, будет ваша... Будет вашим знаком. Не знаю, как это сказать, но символом. Вы с ним пойдете по жизни. Может, даже разыграю эту вещь, которая выпадет. Да. Наверное. Если будет хорошая вещь, разыграю. Ясно. Ну вот, так как у нас сегодня опять синий день, перейдем быстренько к контрактам. Контракты. Ох, сколько я сюда всего могу засунуть-то. Я нафиг себе засунул? Потому что ни хера мне тут 20 вещей. Так, все это засуну сюда. Это у меня... О, это что у нас такое? О, может выпасть... Асирис? Рыскнул. Так, это тоже, значит, добавим сюда. Вот это я. Подождите, что у нас? Фомас Пульс сойдет. Вот это еще добавим. И все, погнали. Я все прям так вот сделаю. Даже не буду париться насчет подписи, потому что это все равно как-то наугад все делается. Даже не надо думать, что выпадет нормальная какая-то вещь. Думаю, выпадет какая-то херня. Мы просто сбавляемся от синих вещей. Выпадает Максим. Мат-мат-мат-мат-мат-мат-мат-мат-мат. Обгоранная. Вот у меня обгорело одно место после этого открытия кейсов точно. Гроза. Ёп-моё. Ёп-макарек. Вот это вещи исчезают. Я знаю, кстати, можно сразу же завершить вот так. Пыльник какой-то. Вот так сделаем. И давай, пошло, пошло, детка. О, новое зеленое яблоко. Что-то новенькое хотя бы. Ну, крайне мере, я такое не видел. Немного поношное даже. Кстати, она из этого... Из коллекции с Лоран Драгоном. Хм. А может быть, как-нибудь скрафтить не Лоран Драгон? 500 баксов все-таки. Что, теперь, наверное, самое интересное. Мы крафтим более прикольные вещи. Начнем мы крафтить, скорее всего, из этих вещей. То есть райский страж. Вот это все хрень берем. Осирис. Осирис. Это я не буду стоить. Это я не буду точно. Это дорого стоит. Хотя бы, конечно, я использовал. Но это дорого стоит. Не будем. Так. Пятно. Можно. Новое. Нельзя. Мак-9. Можно это? Красная линия. Конечно, можно. Так, это. Графит можно. Глок водяной. Хм. Кстати, можно. Я не против. Совершенно не против. Это из коллекции, где может быть... Нет, не будем. Азимов. Заговор. Наследие. Я даже не знаю. Пофиг. Давай вот это. Погнали. Не пофиг то, что выпадет из этого. Это все равно хрень последняя. Но хоть что-то должно выпасть из контракта. Я даже здесь продержусь. Надо... Гейп. Май. Лав. А вы покрыли. Электрический улей. Йоу. Хо-хо. Я такого не ожидал, скажу честно. А какое качество? Прямо за воду! Ох. Йоу. Ех. Ну, 260 рублей. Ну, то дерьмо, которое я вкладывал, стоило, наверное, примерно столько же. Ну, ладно, ребят. Как вы видите, сегодня у нас OpenCase не совсем увенчался успехом. Главное, не отчаиваться. Рано или поздно к нам придет счастье, и нам выпадет какой-нибудь ножик, типа вот этого. Такой он милый. Ну, а вы не забывайте оставлять ваши комментарии, подписываться на канал и, разумеется, оставлять лайки, ведь это единственная вещь, которую я смогу получить за все эти гребаные просранные деньги. Что я делаю со своей жизнью? Пока!